Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Как я каждый раз говорю, культур-триггерам быть легко и приятно. Удобно сидишь в уютном кресле в тёплом доме и читаешь хорошие стихи. А вы бы о существовании этих стихов никогда не узнали, если бы не смотрели мой канал. И мы продолжим чтение очерка в стихах Ильи Сельвинского «Путешествие по Камчатке», написанного по итогам поездки Сельвинского на Дальний Восток в 1932 году века минувшего. Этот очерк был опубликован в книге «Тихоокеанские стихи», вышедшей в 1934 году прошлого века в Москве. Эта книга стала библиографической редкостью, так как вышла крошечным тиражом. Сегодня мы читаем главу четвёртую. Ссылки на чтение трёх предыдущих глав находятся под видео. Это Илья Сельвинский «Путешествие по Камчатке». Глава четвёртая. Ночью река сплошная опасность. Капризен фарватер слепой по воды. А утром опять прозрачная ясность. Ленинская ясность этой воды. И так вылезаем. Берёзка. Берёзка. Осина. Вот зачидили костры. Картавит чайник. Шипит лососина. Шумно. Каждый желает сострить. Острота, конечно, простая случайность. Нечаянный блик двухпланных идей. Но эту случайность обычно встречаешь только среди остроумных людей. Зевнув, беру переплетённый отдых. Но буквы бегают, как муравьи. Захлопнул я книгу. И средь муравы слегка размечтался, задрав подбородок. Обычный месяц, есенинский, рыжий, цветным петухом сидел на сосне. Но, может быть, я неотчётливо вижу, что-то нервирует, как в полусне. Нет, почему он так мал? Точно карлик и так приближён. Впрочем, я гость. Пробую голову, уж не жарли. И неожиданно гляну в кость. Там, в высоте, недалёко, неблизко, На ощупь глотка, на язык солона, Сияла дебёлая, белолицая, Выненчившая нас луна. Так и блистали почти что вместе, Всем своим номиналом сполна. Мелкой, медной, разменной месяц И серебристой целкашек. Луна. Как же это? Что же это? Перс? Или вовсе соревнование с Юпитером нас? Оно, конечно. Там целых восемь. А у Земли одна лишь луна. Одно неясно, на чьём же заводе У нас отливали эдакая вода. Лёг я на шкуры, весь, как на взводе. Вдруг под подушкой слышу. Завод! Завод! Понимаешь? Немного ли мало в пять миллионов рабочих? Не лгу. И тут только я обратил внимание На разбегавшийся издалеку. Это вулкан огнедышащим пугалом Выпихивал всё своё существо. А так как в небе всё кажется круглым, То я и воспринял, как месяц, его. Каждую ночь на севере вой Сопка орудием дальнего действия Палит бомбы, дым и вой С неукротимостью юного детства. Рядом с ней храпят старички. Толбачик, Шевелыч, Иван Теодорович Этим вулканом бы гроб да очки Да кое-какую пенсишь на хворобе. Днём поглядишь, а хватит испуг. Кто сказал, что они зафихали? Мошенник зацепит облачный пух И выдаёт за своё дыхание Иной под стать молодым панычан Кое-как курица понемногу. Но по ночам, увы, По ночам они уже давно Ничего не могут. И бедная дева брышет огнём И метит боженьки в бороду, в зубы. Да-да, она знает, есть море, И в нём живёт знаменитый Красавец Везумий. Так пусть прегрохочет Латинской ответ, И не в темя шить ей, Что об этом мечтают уже Миллионы лет Её же кузины Гекла и Этна. Это была четвёртая глава. Очерк в стихах Ильи Сельвинского «Путешествие по Камчатке». Опубликованного, как я уже сказал, В книге «Тихоокеанские стихи», Вышедшие в тридцать четвёртом году Прошлого века. Теперь, как вы уже привыкли, Ставьте лайки. Если вам нравится Слушать хорошие редкие стихи, Пишите комментарии. Делайте донаты, Жертвуйте на развитие канала. Ссылка на номер карты Вот здесь, внизу, в описании. И каждый, кто Отправит Денежку, оторвав её От сердца и от бюджета Семьи с десятком голодных детей, Примет участие Вежимесячном розыгрыше Одного из моих фотоальбумов. А если вы Здесь первый раз, То, пожалуйста, Выполните вот эти вот Рекомендации в правом нижнем углу кадра Для того, чтобы не пропустить Новое видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова